Глава государства неоднократно подчеркивал в своих выступлениях необходимость создания максимально комфортных условий для сельских жителей. Люди не должны испытывать проблем с водой и газоснабжением, пользоваться качественными дорогами и иметь хорошую связь. В поселке Зеленый района Бытирек существует комплекс неразрешенных вопросов. С помощью соцсетей они обратились к Акиму области Галийск-Калиеву. Глава региона выехал на место, где встретился с жителями и выслушал их чаяния. Поселок расположен всего в 8 километрах от областного центра. Буквально на другом берегу реки Диркул цивилизация, о которой местные жители пока только мечтают. В 2010 году поселок был полностью газифицирован, с 2015 года организован подвоз воды. Но недавно сломался водовоз, что еще раз обострило проблему с питьевой водой. Хотя о самой проблеме местные жители говорят достаточно давно. Хотелось бы, чтобы и воду дали центральную. Поэтому многие жители поставили вопрос о том, что надо вода, нужна вода. Дело в том, что об воде вы об этой уже говорим где-то года 4. Нам говорят, вот мы разрабатываем проект, вот мы разрабатываем проект. Наконец-то проект разработали. Потом мы отдали этот проект на корректировку. Но сейчас вроде бы как бы этот проект уже готовый. Проект действительно есть. Сметная стоимость строительства водопровода составляет почти 350 миллионов тенге. Глава региона отметил, что ежегодно в области закрывается вопрос с водоснабжением в 20-30 населенных пунктах. Сейчас в первую очередь мы водой. Дальние поселки, куда водовозам тяжело возить, их обеспечиваем в первую очередь. Ну и возле города тоже, конечно, поселки важные. Поэтому ПСД вот сделали. Все по чередам идет. Кому-то СМР строительство, кому-то ПСД делаем. Теперь в этом году, я думаю, у вас строительство водопровода будет. И все, если нормально будет, до конца года сдадим. Там срок строительства у нас 7 месяцев. Если хороший подрядчик попадется, то тоже от этого зависит и качество, и скорость. Поэтому давайте дождемся. Всего в поселке проживает 428 человек. Многие работают в областном центре, а детей возят в школу в село Осан. В связи с этим необходимы решения и проблем с ремонтом подъездной дороги. Просит жителей села и наладить уличное освещение. По словам Акима Мичуринского, сельского округа, к которому относится поселок, о проблемах известно и есть пути их решения. Сейчас договор за Гульчайном обслуживание уличного освещения в текущем году. Также, как в прошлом году, за счет местных налогов мы двух оселенных пунктов сделали детские площадки за счет наших налогов. И в текущем году мы на место сообщества рассмотрели вопрос по освещению подъездных дорог. Октябрьский, Жамбул и Зеленый. То есть внутри поселкового у нас просто замена, а именно строительство подъездной дороги. Есть жалобы у сельчан на слабую связь, отсутствие интернета. Глава региона заверил, что варианты решения этой проблемы будут также рассмотрены. Екатерина Шмидт, Рустем Ищанов, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.